Может быть пропел и лишился Павла постей, но по-прежнему, как вы видите, крутит путь здоров и создает вихри и вибрации, от которых у некоторых позаложила барабанные перепонки. Спасибо, что разрешили нам в этот чудесный вечер оторвать вас от дел, от сумма культурных событий в вашем чудесном регионе. И с помощью оншлага возвращать верно на меру свои собственные силы. Но все-таки я попрошу извинения, попрошу прощения в этой части изысканной, изысканной, ведьмочёбранной аудитории, которые пришли сегодня на концерт к мастерам искусства. Ну и для того, чтобы слушать эти пошлые вульварные шуточки, эти эссимуации и эти локи, не для того, чтобы смотреть на эти безгарные самодеятельные бляски, от которых даже тем психора, будь она смертной, она богиня, перевернулась бы в гробу. Слава Богу, что она сейчас смотрит совсем в другую сторону, в сторону детского Евровидения и не видит, какие мы здесь павлотворяем. Практически в 50-летнем возрасте, когда нормальные мастера искусств из гардин шьют себе костюмы и выходят во дворцы искусств без этих дурацких извиваний, напоминающие амплитуду фрикции, если вы понимаете, о чём я говорю. Сам-то я уже с трудом могу контролировать собственные мысли. Так вот, тряс-лис, но исполняли те песни, которые сейчас уже стали систематийными, академическими. Некоторые из них даже уже преподают на локах Санкреджио и Моза литературы. Но когда-то недавно, в 90-х годах, на стыке, когда... Вся наша современная белая эстрада была склеена из-за волков берлинской стены в местном привациальном ресторане «Рыгралтуга». Есть кто был в этом чудесном поведении? Это не папоротквер, расскажите, да не папоротквер, это, конечно же, не каменный цветок, но там тоже сидели плотные авторитетные ребята. Первые прикопиры серебрянки, чужовки, гости с южных земель, которые приезжали на Червинский рынок торговать плодами своей деметры. Сидели и наблюдали за первыми шагами радикального шансона «Мой друг, кореш». Чтобы не позориться перед блатной аудиторией, я всегда красил этот абсцент цевитой. Был такой растворимый напиток. Запил он. Делал малиновый или розовый цвет, неважно, вкус был всегда одинаково химический, как будто настрогали карандашей. Выпивал абсцент, отходил к микрофону, смотрел на свою крепкую руку цедаиста, где было циркулем написано единственное стихотворение, которое он хотел выучить наизусть, написал, но так и не смог запомнить. Для пацанов и их девчат в программе «Яблони» звучат. И матюрые волки криминального бизнеса, авторитеты, спекулянности белейки начинали дрожать. Шерф дыбом вставал у них под гаслеровскими, адидасовскими костюмами, ученствовали своего волка. Они понимали, что от печата играет кронинский рецидий. Кстати, выпускник исправительного учреждения номер 11 Волковыска, завсегдатый лечебно-трудового профилактория номер пятного группа Бабуланса, завязавшийся своим криминальным прошлым ради радикального шансона. Именно он вступал в дело. И быки понимали, это шаг. Сейчас начнется культурный разврат. Когда я в ламе расцвету, я приду к тебе с цветами. Ты посмотришь в окно, я уже тут. Стою с басы на грани. Ты знаешь, как хорошо, Что ты пришел с цветами. Но только я не пойму, Что с твоими хальками. Это разна. Мои заморчила сонари. Зато твои глаза Бесятка две медали. Когда я благостит тут, Всем девчонкам нравится, Чего вы любите свет, Ты на види красивым. Ты не красавица. Когда я благостит тут, Всем девчонкам хочется, Чего вы любите свет, Игорь Негода 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 Игорь Негода